через WhatsApp. Миш, как ты вообще к этому пришел? Скажи, пожалуйста. Знаешь, я хотел бы начать, я хочу продолжить точнее даже твою фразу о том, что нам всем есть чем поделиться. И это абсолютно точно. Я тут не так давно, несколько недель назад решил перечитать книжку Think and Grow Rich Дума и богатей Наполеона Хилла. Очень известная книжка. Я вдруг подумал, что ее рекомендуют буквально все американские миллионеры. Если у любого успешного человека в Америке спросить, какую книжку ты посоветуешь, это было бы Дума и богатей. Я подумал, что наверное, в ней есть какой-то секрет, который я еще не разгадал. Я решил ее перечитать. И вот в самом начале там есть приветственное слово Боба Проктора. Боб Проктор тоже такой очень большой в Америке известный спикер. Вот он сказал, он говорит, вы представляете, в 30-х годах один человек берет, пишет одну книгу, делится своими знаниями и эта книга полностью меняет 20-й век и ход человечества. И когда я начал над этим думать, я понял, что зачастую нам кажется, что нам нечем поделиться, или зачастую нам кажется, что, ну что я могу сказать этим людям, или что я могу, какую часть себя я могу им подарить. Но если мы посмотрим на то, какое большое воздействие может быть на мир, и насколько даже какая-то одна книжка смогла перевернуть всю историю человечества, ты понимаешь, что это точно стоит того. Вау. Ну, кстати, вот это, мне кажется, кто еще не читал эту книгу, Наполеон Хилл, Дума и богатей, это просто, мне кажется, вообще Библия саморазвития. Для Библии, для человека, который хочет чего-то большего в своей жизни, это прямо, знаете, книга Мастрит. А вот как ты пришел вот вот именно к WhatsApp-марафонам, что ты решил, что это будет такой самый оптимальный способ, такой тренинговый формат, который помогает передавать свои знания? Знаешь, я начал, как, собственно, и все, наверное, с обычной так называемой онлайн-школы, когда у тебя есть вебинар, когда у тебя есть такая абсолютно точная логика больших писем, которые пишутся, там люди приходят на вебинар и все такое. Мне было очень некомфортно, знаешь, я все время чувствовал себя не в своей тарелке, я все время понимал, что этого слишком много, и люди, к сожалению, не всегда этому доверяют, и это работает сегодня не так, как мне бы хотелось. И, наверное, где-то месяца три или четыре мы строили вот такую классическую онлайн-школу, и мне все время не покидало желание, что что-то, точнее, не желание, знаешь, как ощущение, что что-то идет не так. И в какой-то момент я понимал, что система слишком сложная, люди не остаются, людям, ну, как бы, они не понимают, что происходит, какие-то письма, приди на какой-то вебинар, что-то купи, там, я не знаю этого человека, что вообще происходит. И вот это внутреннее ощущение того, что, знаешь, интуиция подсказывает, надо делать по-другому. Вот, и самое обидное, когда мы эту интуицию задвигаем, я очень долго задвигал, я вкладывал деньги в онлайн-школы, вот, там, сотни тысяч рублей, чтобы в один день узнать, что, там, мой маркетолог меня обманывает, забрал всю базу, я, собственно, остался ни с чем. Я такой сижу и понимаю, что я вложил туда всю свою душу, я вложил туда очень много денег, и у меня забрали все. Я сижу и думаю, ну, наверное, это тот самый момент, когда мне вселенная говорит, Миша, ну, сделай уже по-своему, сделай так, как ты хочешь, чтобы тебе было комфортно, чтобы все нравилось, чтобы людям было классно, чтобы это был очень крутой формат для работы. Я начал искать другие форматы, я начал думать, а как еще можно, а как еще можно обучать людей сегодня, в 21 веке, когда, ну, мы живем с телефоном. И я спросил сам себя, а какое самое популярное приложение, где мы проводим больше всего времени после Инстаграма, после того, как мы смотрим картиночки. И, конечно же, это был вот сам. Кто-то, кто-то, кто-то проводит с этим время, прям очень интересно. Какое у вас самое популярное приложение в телефоне, прям, давайте прям такой соцопрос. Мне кажется, у нас есть такая программа, которая помогает оценить, где ты проводишь больше всего времени. Я вот знаю, что я, к сожалению, больше времени провожу в Инстаграме, но фокус моего внимания, он всегда в WhatsApp, потому что в Инстаграме, ты знаешь, ты просто листаешь картинки, а в WhatsApp ты смотришь, ты слушаешь, ты читаешь, ты вдумываешься, потому что там близкие люди, там работа и всё-всё-всё. Вот, ребята тоже пишут. Кто-то пишет Инстаграм, кто-то пишет WhatsApp. Интересно. WhatsApp. Нравится всё больше. Вот, кстати, у нас ещё YouTube начинает нас потихонечку поглощать. Какая сеть? YouTube? Да. Ну вот. Ну, прям YouTube большую часть времени, это прям интересно. Знаешь, YouTube просто засасывает. Ты смотришь какое-нибудь видео, и ух, на полтора часа ушёл. Мне кажется, WhatsApp всё-таки превалирует. Нет-нет, конечно. Особенно, я говорю, фокусированное... Инстаграм и WhatsApp. Сфокусированное внимание, когда мы действительно включены, знаешь, мы не просто засыпаем с тоутбуком на коленках, а когда мы действительно включены, это WhatsApp. И вот я понял, что WhatsApp – это классная идея. Я тогда ничего не знал о марафонах в WhatsApp. Я начал искать. Есть очень популярный марафон, есть огромные марафоны в WhatsApp. Я думаю, что многие из твоих подписчиков проходили. Лену Блиновскую, которая просто потрясающая в том, что она делает. И я понял, что мой марафон, он должен быть, прежде всего, удобным мне. Я должен ввести его онлайн, где бы я ни находился, что бы ни происходило. Мне нужен только мой телефон. И вот так начал зарождаться концепт WhatsApp-марафонов. Я понял, что вот пришло время сделать свой WhatsApp-марафон. И за год мы действительно создали огромный марафон. Он называется «Волшебное утро». Мы учим людей рано просыпаться, чувствовать себя великолепно. Сейчас марафон проходит порядка тысячи человек в месяц. И это стало таким, знаешь, огромным прорывом для меня с точки зрения того, как можно делиться с людьми новой информацией. Как можно легко и быстро менять, помогать людям меняться. И когда это происходит в таких огромных масштабах, тысячи человек в месяц, ты понимаешь, что вообще никаких границ нет. И можно создать все, что угодно у себя в голове и выдать это в мир. Да, слушай, и прям получается, я просто сама, знаешь, у нас есть огромные инвестиции. У нас есть проект «Challenge.me», где у нас очень такая сложная система. Я даже думаю, когда проходила, то есть там очень много моментов и отслеживания прогресса, и такие смарт-карты, и диаграммы Ганта. Но то, что мы поняли, да, если мы инвестировали туда миллионы и миллионы рублей, мы поняли, что нам действительно очень сложно к какой-то новой системе привыкать. И поэтому вот на моем пути тоже самые наши успешные марафоны, которые мы делали, например, для Тони Робинса. Или, например, даже, которые я сама проходила, это либо вот Инстаграм, как мы здесь пишем в приложениях, либо Ватсап. И мне кажется, что как будто бы сейчас такой тренд у нас, что за простотой будущее, что простота вот и есть такое самое-самое, наверное, результативное, что то, где мы пытаемся там что-то усложить, мы это с тобой тоже обсуждали, что вот как ты говоришь, да, если ты искала тоже такую простую концепцию, вдруг это вот так вот раз и сработало. Вот в чем ты думаешь, получается, такие результаты? Да, мы все знаем Лену Блиновскую. Я сама, мне кажется, у меня самые такие яркие посты и прорывы, когда я проходила дни вот из ее марафонов. Кто из вас, может быть, тоже задумывался, что делаешь что-то такое сложное в жизни, и это вроде как казалось и правильно, и все этому учат, но не получается, да, и вообще из сердца не отзывается. А сделаешь что-то простое, вдруг так раз вот и щелкнуло. И, может быть, когда-то проходили такие марафоны и тоже почувствовали, что вау, а мне тоже есть чем поделиться. Вот, Мисс, мне кажется, вот прям для тех, кто чувствует, что я прям бы хотел бы тоже стартовать что-то свое. Вообще с чего стоит начинать? Наверное, даже в первую очередь понять, кому это подходит, а кому нет. Потому что, наверное, марафон создавать, это тоже не каждому подходит. Знаешь, я бы сказал, я уже довольно много увидел людей, с которыми мы там делали марафоны. Но, кстати, это всегда была такая довольно закрытая история. Мы никогда это не пиарили у нас, ну, там, какой-то, какого-то сайта или еще чего-то. То есть люди либо просто приходят ко мне, потому что они пришли там по рекомендации, либо это просто там среди моих учеников или друзей. Но, тем не менее, уже довольно много человек, кому я показывал, кого я обучал, как делать марафоны. И самое главное, что должно быть у человека, это намерение. Это очень большое желание делиться и заинтересованность в том, чтобы кому-то другому становилось лучше. Я видел людей, которые, знаешь, у них не было ничего, абсолютно ничего. Но у них горели глаза, и у них был вопрос, как я могу помогать людям, как я могу делать этот мир еще лучше прямо сегодня. И если бы меня спросили, какая одна вещь должна быть у человека для того, чтобы делать свою образовательную программу, это просто горящие глаза, это намерение. Я сам зачастую говорю, я не знаю, как работают марафоны в плане того, что, знаешь, почему там какие-то люди дают такие великолепные результаты. Но я точно знаю, что у них есть намерение. А когда у них есть намерение, все остальное происходит само собой. И, наверное, первое, что нужно у себя спросить, а есть ли у меня это намерение, а действительно ли я хочу сделать так, чтобы кому-то другому стало лучше. Потому что это особый мир, когда ты начинаешь делать что-то другое для других людей, когда ты начинаешь их обучать, когда ты начинаешь делать что-то доброе, что-то хорошее. И от этого твоя жизнь тоже очень сильно преобразуется. Когда у тебя это есть, когда ты понимаешь, что да, я действительно хочу, все остальное – это вопрос техники, это вопрос того, как это сделать быстрее и проще. Как ты сказала, чтобы не слишком сильно заморачиваться, чтобы не слишком сильно уходить в какие-то дебри и детали, чтобы просто максимально простым и прямым путем получить свой результат. Я прям себя поймала на мысли, что… Вот, кстати, просто у меня, я знаю, что огромное количество аудитории, кто тоже занимается саморазвитием, кто тоже обучает, кто-то в сфере финансов, кто-то в сфере каких-то новых навыков. Вот скажите, пожалуйста, кто вот прям задумывался, что хочется какую-то концепцию обучающую, которая прям будет приносить результат? Прямо поставьте плюсики. И мне кажется, прям вот может быть так точечно проработать. Вот, Миша, как ты думаешь, с чего вообще начинать? Если, например, вот есть желание создать просто… Я еще расскажу вам, почему еще мы сейчас проводим такой марафон, потому что сегодня, буквально после этого эфира, я тоже выложу пост, где я вам прям покажу то, на чем я работала, мне кажется, уже так несколько месяцев. Ну, так вот прям направленно, плодотворно, как раз-таки при поддержке Миши, который вообще меня на все это вдохновил, который поверил в меня, который сказал, что Катя, уже пора, пора, пора. Который буквально там, мне кажется, где-то там сказал, уже там подопнул, сказал, что Катя, все, хватит там заниматься перфекционизмом. И благодаря как раз-таки вот докрутке Миши, вот буквально после эфира, вы увидите пост, где то, о чем мне долго там писали и говорили, что Катя, уже пора, пора, вы увидите это творение, да, как у меня все щелкнуло, и как уже через неделю мы запустим марафон, где каждая из девушек, каждая из женщин сможет прокачать 28 ключевых привычек супервумен, да, где мы будем каждый день внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот, Миш, вот я знаю, что просто наверняка много есть таких же, как я, которые долго решаются, долго раздумывают, долго, может быть, не могут поверить в свои силы. Вот по шагам можешь там разбить прям вот, что стоит делать вот в первую очередь? Да, я сейчас пока слушал тебя, читал чат и увидел своих учеников. Ребята пишут, да, марафон «Волшебное утро» — это я. Я просто отвечу быстренько на вопросы, да, придется спрашивать, работаем ли мы с e-mail'ом. Нет, у нас вообще нет, у нас все в WhatsApp абсолютно. Что нужно делать, да, то есть первое, что есть вот эта искра, знаешь, зажигание, когда у тебя появляется намерение, я хочу сделать что-то крутое. И потом ты подходишь к тому, что «А что я могу сделать?», да, то есть «А что я могу дать?» После вот этой вот искры должен разгореться огонь и пожар. И здесь очень важно, знаешь, как чувствовать тренды, очень важно понимать, что сегодня работает. Потому что, например, «Волшебное утро», да, когда я его придумывал, это был огромный тренд. Количество людей, которые хотят рано просыпаться, чувствовать себя великолепно, оно бесконечное. Я знал, что мы можем быстро давать крутой результат. Кстати, там используются даже некоторые техники Дони, его философия, и поэтому люди за три недели действительно получают потрясающий результат. И здесь важно сыграть, знаешь, как бы правильно выдать на рынок то, что ты хочешь давать. Расскажу пример. К нам приходил, учился у нас, точнее, даже еще доучивается наш с тобой хороший друг Вадим Курилов. У Вадима потрясающий голос, и он великолепный оратор, просто невероятнейший. И он, когда пришел, он мне говорит, я хочу делать марафон про публичные выступления. Я хочу делать марафон, чтобы человек в какой-то беседе мог какие-то свои интересы отстоять, чтобы его услышали, еще что-то. Я ему говорю, ты понимаешь, есть столько марафонов про публичные выступления, есть столько программ, что еще одна программа, она вряд ли сильно изменит мир. Давай подумаем, что мы еще... А вот, кстати, мне кажется, у меня просто тоже было вот прям, ты сейчас только что сказал, мои мысли. Вот кто тоже себя ловит на такой мысли, что сейчас... Это, кстати, то, что у меня просто очень много подруг, которым я тоже думаю, боже мой, тебе нужно рассказывать свою историю. Нужно, чтобы об этом знало как можно большее количество людей. И вот эта мысль, которая просто как вот проносится в голове, что да куда я, да уже столько всего есть, да уже столько всего создано, куда еще здесь можно вообще свое знание пристроить. Вот прям заплясуйте, пожалуйста, да, у нас с вами очень откровенные душевные эфиры. Прям вот заплясуйте, пожалуйста, кто тоже отлавливал такие же мысли у себя в голове. Вот пока ребята плюсуют, я расскажу, что произошло с Вадимом. И я ему говорю, давай делать другой марафон. У меня есть целая, знаешь, у меня уже наработана стратегия под названием «Как вытащить из человека новую крутую информацию». И знаешь, какой сделан Вадим марафон? У меня я прям горжусь, когда делюсь с ребятами. Мы с ним пришли к тому, что когда человек говорит, знаете, мы все записываем аудиосообщения в WhatsApp, мы все записываем какие-то там телефонные звонки, видео, и 99% людей, которые переслушивают свое аудио, они думают, о боже мой, что это за голос, почему он такой писклявый, почему он такой некрасивый. Я ему предложил, я говорю, Вадим, а давай делать марафон про то, как за 21 день изменить свой голос на аудио. Нас всех парит то, как звучит наш голос. И это был невероятный прорыв. К нему люди пошли просто, он закрыл регистрацию на первый поток, он говорит, я больше не могу брать людей. И вот этот вот момент, знаешь, смены ракурса при полной уверенности того, что каждому есть что дать. То есть я считаю по умолчанию любому человеку есть что дать. Важно посмотреть на это с правильной стороны. Да, можно было сделать еще одну программу про публичные выступления. Но насколько более трендово, важно и нужно говорить о том, каким голосом мы говорим. И насколько это круто менять этот голос и слышать конкретно в своем же WhatsApp за 21 день, что твой голос изменился, что это больше не какая-то писклявая, непонятно какого там плана голос. А когда это твой красивый, глубокий, насыщенный голос. Насколько это круто. Мне кажется, что, Миша, ты проходил этот марафон у Вадима Курилова, потому что кому нравится голос Михаила? Вы просто почувствуете, да, когда... Мне кажется, голос действительно это один из наших инструментов. И мы даже составляем свое впечатление о человеке, нравится нам его голос или нет. Тем более, когда ты в WhatsApp, когда ты не видишь человека, когда ты можешь слышать только его голос. И через один голос можно заложить вот эту силу, энергию, посыл. В общем, это очень-очень вообще получается... Вот я просто хочу просумевать такую вот идею, да, что мы соединяем свою ключевую компетенцию, свое какое-то уникальное знание и соединяем его с трендом, с запросом. То есть то, что есть, по сути, на рынке. Правильно, Миша? Да, ты знаешь, но это такое искусство. Это всегда про, знаешь, вот ты как бы, чем больше ты с этим работаешь, тем легче тебе угадать. У меня тоже учится одна женщина, она очень взрослая, она стоматолог. Вот. И она придумала, это ее запатентованная технология, как надо чистить зубы для того, чтобы не было кариеса. То есть у нее есть прям своя там история, почему и как нужно чистить зубы. И вот она ко мне приходит и говорит, я буду учить чистить зубы взрослых людей. Я говорю, хорошо, каких людей? Она говорит, ну вот молодожены, это самое крутое, что может быть. Вот молодоженов надо учить чистить зубы. Я говорю, я понимаю, но при всем уважении у молодоженов, к сожалению, очень много проблем помимо зубов, и навряд ли это проблема номер один. И мы с ней точно так же работали, и я ей давал обратную связь. И она придумала потрясающий концепт. Она придумала, что учить чистить зубы надо маленьких детей, надо учить родителей, как чистить зубы детям, чтобы дети научились с самого детства правильно чистить зубы. У нее марафон про то, как за 21 день научиться чистить зубы, чтобы никогда не было кариеса у детей. Понимаешь, насколько это круто и какой-то огромный вклад, когда ты понимаешь, что вот ты сама мама пока еще маленьких детей, но через несколько лет, как бы, кариеса такая история, понимаешь, она повсеместная. И если можно сделать так, чтобы его не было, и если ты, как родитель, можешь это сделать для своих детей, ну, о чем вообще речь? То есть это суперкрутой марафон. У нас, знаешь, стоит очередь из тех, кто хочет к ней прийти. То есть это всегда, знаешь, такое искусство, как повернуть вот человека в нужную сторону. Вот как ты думаешь, вот можно какое-то практическое упражнение можем дать, вот что можно сделать вот прямо сейчас, например, вот после эфира для того, чтобы соединиться вот с тем уникальным знанием, которое, я уверена, у каждого из нас есть. Кто получил сейчас какие-то инсайты, прям поставьте сердечки. Вот как ты думаешь, вот что можно прямо такое практическое для себя сделать, чтобы, ну, не просто вдохновиться примерами, да, прикольно там, да, ну, Вадимка бы у него там, да, у него вот есть уникальное какое-то знание. А как вот вытащить его из себя? Ну, на самом деле, да, это целая технология и последовательность, которая вот ее так за две минуты не расскажешь, но то, с чего однозначно стоит начать, это как можно сильнее разжигать вот это намерение, да, то есть как можно, во-первых, все начинается с веры в то, что у тебя это получится. Тони очень часто приводит пример, это вот первая техника, которую я хочу поделиться с ребятами, да, вот можете прямо сейчас запоминать и записывать. Это абсолютная вера в то, что ты делаешь. Майкл Жордан, самый известный баскетболист в мире, самый успешный баскетболист в мире, помимо того, что каждый день он делает тысячу ударов в кольцо, он тренируется, то есть он каждый день изо дня в день забивает мяч из разных точек поля. Помимо этого, когда он приходит домой, он тоже человек, он устает, он ложится на диван, закрывает глаза и делает еще тысячу ударов с закрытыми глазами, он представляет себе, как он закидывает этот мяч раз за разом для того, чтобы в его голове, в его психике был четкий паттерн того, что он может это сделать. И первое, что любой человек должен делать, он должен просто закрыть глаза, представить себе, насколько же это круто, если ты можешь помочь другому человеку, если ты можешь дать что-то ценное. И как только ты это сделал, ты должен в это поверить. Ты должен изо дня в день верить в то, что это возможно и в этом нет ничего сложного. Что к тебе приходят люди, что ты их обучаешь, что они получают результаты. Потому что ты закрываешь глаза и представляешь, как тебе приходят сообщения с отзывами. У меня получилось, у меня получилось, у меня получилось. И не важно, что это. Ты берешь вот эту свою идею, вот это намерение, которое у тебя есть. Мы все лучшие в чем-то. В этот момент мы просто закрываем глаза и мы представляем себе, мы рисуем себе эту картинку, как это дало результат в реальной жизни другим людям. Кто прям почувствовал себя круто даже просто от этого представления? Это получается, что вначале мы это прорисовываем в своей такой виртуальной реальности, в своем воображении, для того, чтобы это потом появилось в реальность. Прям кто уже на этом этаже почувствовал себя, вот этот эффект вау, прям заплюсуется. Просто я знаю, что я прям хочу, чтобы как можно больше своих подруг посмотрел этот эфир, которые вот просто вот даже на этом этапе уже сразу же обрубают себе крылья, что да ну что я, да кто я, да что я там могу еще дать, что я там могу еще придумать. И так уже все придумано, все сделано. Которые даже просто на этом этапе даже не делают этого. Да, хотя вот еще пока даже действий реальных нет, ты просто пока это себе представляешь в голове. Я хочу, чтобы это услышали все ребята, которые сейчас это смотрят и те, кто будут смотреть потом. У нас всегда есть возможность себя возвысить в хорошем смысле слова и всегда есть возможность обрубить себе крылья. Наши крылья принадлежат только нам. И мы можем говорить, нет, ну что я могу дать, ну что я могу сделать, это все неинтересно, мне не получится, кто я такой. Да, мы можем обрубать свои крылья, а вместо этого мы можем представлять себе, рисовать эту картинку того, что это на самом деле может произойти, что это действительно я могу давать что-то ценное другим людям. Я действительно могу их заряжать, я действительно могу их наполнять, я могу чем-то делиться, а даже если не знаю чем, то я обязательно это узнаю. Я хочу рассказать небольшую историю. Она произошла не так давно, наверное, на прошлой неделе. Я спал. Мне, честно говоря, довольно редко снятся сны, а кошмары мне снятся очень редко. Но, тем не менее, каким-то странным образом мне приснился такой, знаешь, сон, вот что называется, после которого ты просыпаешься в холодном поту. И вот я просыпаюсь в холодном поту, я знаю, что было такое у всех. Ты лежишь и думаешь, господи, все, что мне только что приснилось, это было неправдой. То есть ты такой с облегчением вздыхаешь и понимаешь, что в реальном мире этого всего не случилось. При этом ты лежишь, у тебя бьется сердце, у тебя вспотели ладошки, ты лежишь в кровати и радуешься как дурак тому, что это все неправда. И вот у меня происходит точно такая же ситуация. Я лежу в кровати, радуюсь тому, что все, что мне только что приснилось, неправда. И вдруг думаю, этот сон был настолько реальным, он был настолько правдоподобным, что у меня сердце начало биться быстрее, у меня ладошки вспотели. И я поверил в то, что происходит. И я лежу и думаю, внимание, это очень важный инсайд. И я лежу и думаю, то есть мозг может нарисовать мне такую картинку, в которую я поверю на миллион процентов так, что у меня даже сердце начнет биться быстрее. А раз мозг может нарисовать такую картинку, значит, я могу заставить его нарисовать другую картинку, чтобы он поверил в нее точно так же сильно, как в те сны, которые нам снятся. И если я могу это сделать, значит, я могу нарисовать точно такую же картинку про марафон. Класс. Все-все в нашей голове. Всегда все начинается, все в нашей голове. Поэтому вопрос, сейчас одну секунду, вопрос веры в себя и получится или не получится, всегда вспоминайте про сон. Если ваш мозг может заставить вас, чтобы вам приснился кошмар, поверьте, у вашего мозга достаточно ресурсов для того, чтобы поверить в себя и в то, что вы делаете. Миша, слушай, ну прям, я не знаю, вот если можно заразить таким вдохновением как можно больше количества людей. В общем, мне кажется, еще такая идея с марафоном, да, она не приходит случайно. Мне кажется, если такая идея где-то вот у тебя проскользнула в голове, то наверняка ты способен это сделать. Наверняка, наверняка, оно вот и есть то самое, что куда тебе, куда тебе нужно посмотреть. Вот мне просто очень часто считается, что вот сейчас там все создают марафоны, и сейчас вообще на каждый там чих есть там свой марафон, а что будет, если там сейчас все будут создавать марафоны, там никто не будет там работать, и вот еще твоя, может быть, мотивация, да, может быть, для таких скептиков, что у тебя, можно сказать, свой марафон, а ты, получается, сейчас тебе еще конкурентов растишь, что если сейчас все будут создавать марафоны о том, как просыпаться рано по утрам? Да, я отвечу на твой вопрос, почему, почему, что называется, как ты говоришь, растишь конкурентов. Я в какой-то момент, когда я вообще начал обучать людей делать марафоны, да, можно на это посмотреть так, что знаешь, там типа вот, места всем не хватит, у меня станет меньше из-за того, что у кого-то станет больше, но, слава богу, я уже давно не живу в этих категориях. Когда я понял, что я могу обучать делать марафоны, я очень сильно обрадовался, потому что воздействие там на людей, оно выросло многократно. Вот представь, мы обучаем тысячу человек в месяц, да, но мы можем обучать две тысячи человек в месяц. У меня 30 учеников сейчас, которые уже запустили или вот-вот запускают свои марафоны. Если каждый из них будет делать по тысяче человек в месяц, а я знаю, что, знаешь, там есть крупицы, ну, скажем так, моей души в каждом марафоне, ты представляешь, насколько сильно растет воздействие на мир. И когда я это понял, у меня настолько загорелись этим глаза, что в этот момент мне стало, как бы я перестал думать о конкуренции, я начал думать о том, что мы вместе можем гораздо больше. А то, что люди говорят о том, что, ну, там, типа, сколько можно делать марафоны, ну, я скажу так, вот тот, кто пробовал, да, тот понимает, что это потрясающее ощущение, когда ты видишь, что ты можешь дать людям ценность, а мы точно все ее можем давать. Вот еще, знаешь, такой вопрос, наверное, такого следующего шага. Как свой марафон раскрутить? Да, вот, например, я что-то придумал классное, да, воспользовался там, да, то есть реально прям продумал там пошагово, как я буду приводить там людей к результату. Вот я классно что-то придумала, что делать дальше? Ты знаешь, здесь происходит огромный, такой, знаешь, тектонический сдвиг, и я хочу, чтобы твои слушатели, наши слушатели об этом узнали одними из первых. Мы переходим, всегда была модель обучения построена следующим образом. Я обучился у всех, у кого только можно, у меня есть миллион сто тысяч дипломов, фотографий, доказательств, что я крутой, купи у меня, и я тебя чему-нибудь научу. Но извините, пожалуйста, там огромное количество программ построено именно по такой схеме. Я считаю, что мир меняется, мир меняется очень быстро, и сегодня все устроено совершенно по-другому. Люди платят не за твои регалии, не за то, где ты учился, а за тот результат, который ты можешь им дать. Поэтому, например, на моей программе я очень мало рассказываю о себе, а я сознательно увожу фокус с себя как личности на результаты, которые получают люди. И это делают все мои ученики, потому что, знаешь, напридумывать кто-то такой, наобещать стрекороба, это слишком просто. А когда ты за первую неделю, у нас всегда первая неделя бесплатно, даешь людям конкретный результат, им по сути становится без разницы, есть у тебя диплом от какого-нибудь там университета или еще чего-то, или нет, они видят результат. И в этом плане это, конечно, потрясающая модель, потому что мы ничем не ограничены, к нам все время приходят новые-новые люди, и люди нас любят не за то, что я прошел сколько-то каких-то программ, я даже об этом не рассказываю, а о том, какой результат я им даю. И вот здесь я хочу, чтобы все это услышали. Пожалуйста, не ограничивайте себя тем, что ну вот, да, там вот кто-то там проходил по всему миру программы, а я нет. Сегодня наступает время, когда всем становится наплевать, какие программы вы проходили. Если вы можете дать человеку результат, если у вас есть огромное намерение, человек придет и останется с вами. Не ограничивайте себя фразами там типа, что вот я слушал там, а этот выступал там на одной сцене с каким-нибудь президентом, а вот я нет. Это уже вчерашний день. Сегодня людям интересны только результаты. Да, поскольку такое мышление, которое нужно развивать, да, что какой результат я даю, да, вот, наверное, каждым там, когда я пишу марафон, вот, каждым своим словом, каждым своим предложением, какой результат я закладываю. И ты знаешь, что очень интересно, потому что вчера у нас был тоже эфир с Катюшей Наземцевой, и она тоже говорила о том, что как раз-таки вот эра персонального бренда, где ты в первую очередь про результат. Вот эти все там твои награды, там, степени и так далее, это все уже, ну, можно наконец оставить, когда уже люди получили результат. Ну, вот там, про меня. Но действительно результат, это, пожалуй, такое самое главное, а получается для начинающих это то, что ты пока этот визуализируешь результат, то есть ты прям четко понимаешь, ты делаешь этот фокус на результат. Не на том, что там, да, какой ты там классный, а вот именно на результат тех людей, кто тебе прям вот доверится. Вот опять же, может быть, про такую вот раскрутку, да, если мы уже какие-то практические шаги, Миш, вот мы с одной стороны делаем фокус на результат, а с другой стороны, когда уже вот самое вот это время, да, посмотреть твои предположения, рабочие они или нет, вот какие здесь у нас шаги? Смотри, я просто сразу убрал самое главное возражение, да, то есть люди, когда мы говорим о больших программах, люди говорят, что я должен быть кем-то, чтобы вести большую программу, и это не так. И это нужно просто сразу себе в голове пометить, что это не так. А дальше наступает самый интересный момент, да, то есть программа устроена таким образом, что первая неделя, она бесплатная. На этой неделе мы знакомимся, и на нее люди приходят 99% из рекламы в Инстаграме. Я хочу чуть-чуть подробнее здесь ребятам рассказать, я думаю, многим будет интересно. Возможно, не все знают, как она работает, когда мы говорим не про рекламу у блогеров, а когда мы говорим именно про таргетированную рекламу. И здесь у Фейсбука бесконечные возможности. Есть специальный алгоритм, когда человек нажимает на кнопочку, там неинтересно узнать про марафон больше, Фейсбук понимает, что это за человек. И чем больше людей нажимают на кнопочку, тем лучше Фейсбук понимает, кому показывать. Фейсбук и Инстаграм – это одно и то же. Кому показывать вашу рекламу, и он может приводить вам столько людей, сколько вы захотите. Как-то у нас была такая история, когда я совершенно случайно там галочку одну забыл поставить, и к нам пришло 800 человек на марафон за один день. 800 человек. Понимаешь? И в этот момент ты понимаешь, что возможности безграничные. Ты можешь собирать и 2, и 3, и 5 тысяч человек в месяц на свои марафоны при помощи Фейсбука, при помощи Инстаграма и платной рекламы. При том, что реклама стоит очень мало, она очень дешевая. Не знаю, почему-то не так много людей ей пользуются, но она дает потрясающий результат. И отвечая на твой вопрос, как раскрутить марафон, с помощью таргетированной рекламы. Я обожаю это не только за то, что это дает безграничные возможности, но и за то, что там очень легко считать цифры. Ты можешь посчитать каждую цифру, я за это обожаю свои марафоны, потому что помимо того, что это потрясающий вклад в людей, это еще очень четкий бизнес-процесс, в котором каждая цифра учтена, в котором ты точно знаешь, что происходит. Потому что я считаю, что очень честно, когда если ты делаешь какое-то дело, в нем должна быть структура. И мой марафон это абсолютно полностью, ну ты знаешь, я тебе рассказывал, это абсолютно полностью структурировано шаг за шагом, можно сказать, как в армии история. И это позволяет нам работать с таким большим количеством людей. Слушайте, просто мне кажется, это такая крутая инсайдерская информация, которая вот реально обычно вот она так вот в кулуарах обсуждается. Я просто знаю, что у меня аудитория очень продвинутая, и что, ну мне кажется, что если там те, кто нужны, это услышат и примут вообще действия, то это будет прям очень-очень-очень круто. Тем более это настолько просто, и я не знаю, там насколько можно говорить о цифрах, но это действительно вложение минимальное, да, если мы даже говорим про рекламу. И мы как раз с Мишей обсуждали, что опять же, возвращаясь к этой простоте, когда вот у вас там просто там, да, простые дизайны, где просто написано, что научись там просыпаться, сделай там свое утро, как у вас там, да, то есть простая какая-то фраза, да, научись просыпаться там рано каждое утро, и ты просто, ты когда видишь эту рекламу, что вау, я хочу, и когда у тебя первая неделя бесплатная, и ты просто пробуешь там, да, понимаешь, что подходит тебе это или нет, и для тебя это очень логическое решение, где никто не пытается вначале забрать деньги, а потом, ну, я тебе что-то дам, да, то есть ты просто протягиваешь руку, говоришь, что вот, пошли со мной, твое самое лучшее доброе утро, понравится тебе, будешь продолжать там, да, заплатишь, не понравится – не будешь. Вот, и это, мне кажется, совершенно новый подход к маркетингу, совершенно новый подход к продвижению для себя, где как раз-таки вот этот результат в первую очередь. Ты получаешь результат круто, не получаешь, значит, возможно, это сейчас не для тебя. Вот спрашивают, куда попадают люди в чат в WhatsApp, да? Миша, может быть, такой промех. Там есть специальная регистрационная страничка, куда сначала попадают люди, а после нее они попадают там уже в переписку в WhatsApp, то есть это действительно технология, это технология по шагам, собственно, которую мы сначала… я просто хочу, чтобы участники понимали, мы это все настрадали на своих ошибках, на наших потерянных бюджетах, на наших неудачах, которых было очень много. и вот когда мы это все вывели уже в конкретно работающую систему, которая начала работать как часы, мне просто стало, честно говоря, скучно в какой-то момент, я спросил, а что я еще могу дать? Я подумал, а что, если я буду этому учить? Я начал этому учить, я начал отстраивать полностью систему, как я за два месяца могу человека, который никогда вообще не имел никакого отношения к обучению, сделать так, чтобы он провел свой первый марафон, чтобы он провел и получил результаты и деньги, и благодарности, и восторженные отзывы от людей. И это все сложилось в такую, знаешь, двухмесячную программу, в которой мы проходим все-все-все этапы, потому что я считаю, что да, все очень просто, но ты во всем должен разобраться сам, тогда у тебя никто не сможет это забрать, тогда у тебя никто не сможет тебя обмануть. Это будет твое, это будет твой навык, который навсегда останется с тобой. Ну вот уже спрашивают, можно ли у тебя получить консультацию. Я просто, знаете, как раз и позвала Мишу, потому что я знаю, что у него сейчас, ну, скоро будет такой, я понимаю, новый поток, да, где ты обучаешь тому всему. И это, чтобы мы просто понимали, это реально закрытая информация. То есть это реально вот для кулуаров, для тех, кто уже в этой теме, для спикеров там, да, раньше это было. Для, ну вот, для нашей такой тусовки, где вот у нас окружение там экспертов, да, тех, кто очень сильно развивается в персональный бренд. И так как Миша, он действительно стал моим реальным мотиватором. То, что мне кажется, я столько лет, я об этом мечтала, но для меня это такое было, ну вот, что-то на грани запредельного, на грани запредела моих возможностей, мечтаний. И Миша стал тем именно катализатором, который помог мне, ну, действительно запаковать это знание, все свои навыки. И, ну, вот я сейчас сделаю пост, вы это увидите. Это именно благодаря Миша. И я знаю, что среди вас тоже есть такие, которым уже пора, пора передавать знания, да. Иногда уже, знаете, мне даже очень нравится такая фраза, что это уже просто неприлично, да, это эгоистично держать это в себе. И уже просто пора это передавать другим людям. И я знаю, что у него есть там несколько мест, вот, поэтому я пригласила Мишу сюда, что если те из вас, кто чувствует, что уже тоже пора, я думаю, Миша, как тебе лучше? В WhatsApp? Нет, в WhatsApp. Ну, в WhatsApp тоже хорошая идея. А в Instagram писать? В директ, наверное? Да, 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 да. Мне нужно писать в директ в Instagram, miša.world, найдите, добавляйтесь, пишите. Я хочу еще одну маленькую историю рассказать, собственно, опять же, про WhatsApp-марафоны, потому что многие люди, знаешь, они как бы, ну, скажем так, там гораздо больше глубины, чем может показаться. Я расскажу на простом примере. Ты знаешь, моим первым бизнесом была стоматология. Вот меня так совершенно случайно занесло, у меня экономическое образование. Ну, как ты сегодня заметила, моя голова все время выдумывает какие-нибудь новые идеи. И вот когда я смотрел на стоматологов, которые реально стоматологи, я всегда им завидовал, потому что, знаешь, любой врач – это профессия в руках. Да, то есть вот врач может переехать в другую страну, он может оказаться в другом конце мира, но его профессия в руках. Он начнет лечить зубы, где бы ни находился. Произойдет кризис, у него останется эта профессия. Что бы ни произошло, у него останется его навык и наработка. И на самом деле, когда я обучаю делать футсап-марафоны, это вот, знаешь, это как стать врачом. То есть это тот навык, который остается с тобой навсегда. Это не просто какая-то программа, которую ты прошел и такой типа, о, ну теперь у меня есть какая-то новая идея в голове. Нет, это твой навык. Что бы с тобой ни происходило в жизни, это всегда останется с тобой. И это очень круто, потому что, знаешь, это такая огромная инвестиция в себя. Это твоя возможность, знаешь, всегда у тебя, не знаю, что-то произошло в жизни. Ты переехал в другой город. Что бы ни произошло, у тебя есть телефон и у тебя есть навык работы с людьми. Все. Это значит, что у тебя всегда будет возможность хорошо существовать. У тебя всегда будет возможность хорошо зарабатывать и находиться в очень крутом состоянии с крутыми людьми. Класс. А вот еще такой вопрос, Миша, знаешь, вот, особенно по поводу привычек, да, закладывания привычек, просто сама, когда глубоко в этой теме, вот мы, да, конечно, классно, когда мы визуализируем такой успех, когда мы визуализируем результат, как все это будет круто. Но вот как не отступить, когда ты запланировал, ты думал, что вот там все так будет круто, а отдачи намного меньше, чем ты рассчитывал? Да, ты знаешь, такое бывает. И я всегда говорю так, что мир нас проверяет. Я думаю, что многие слышали историю про одного американского золотоискателя, который продал все, что у него было во время золотой лихорадки, уехал в то самое место, где все искали золото, начал там проводить раскопки. Он копал, 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 он нашел маленькую золотую жилу, копал еще дальше, ничего не нашел, развернулся и уехал. И он не докопал там 10 или 20 метров до самых больших, как это сказать, самых больших золотых свитков в Соединенных Штатах. То есть я считаю, что это абсолютно честно, когда мир нас проверяет. Когда он говорит, а ты действительно этого хочешь? А ты действительно хочешь получить тот результат, о котором ты мечтаешь? И такие проверки, к ним нужно просто относиться играючи, да, говорить себе. Мир, ты решил со мной сыграть? Давай сыграем, ничего страшного, давай посмотрим, что из этого получится. То есть я хочу, чтобы люди всегда смотрели на это, не то, что там мир вас проверяет на прочность. Нет, он с вами играет. Он с вами играет, он говорит, давай, покажи, на что ты способен, давай. И это круто. И если у тебя в голове есть четкое понимание, куда тебе нужно прийти, ты туда точно придешь. Просто держи это в своей голове. Класс. Прям заплюсуйте, кто сейчас поймал инсайт. Действительно, вот это наше такое русское устоявшееся выражение, что моя проверка на прочность, выдержи или нет, где уже изначально заложена эта борьба. А если мы это все трансформируем для себя, что какая интересная игра, но я в нее вступил, ну что ж, я сдамся на первом таком повороте, я же могу пойти до самого конца. Да, да, это же очень-очень круто, если мы смотрим этот как-то на игру. И когда ты, я сейчас закончу про игру, и знаешь, когда ты играешь в игру, я думаю, что там многие в детстве играли в какие-то игры, я не знаю, там в моем детстве был Марио, еще что-то, да, и когда ты идешь там по какой-то вот дорожечке, идешь, 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 и в какой-то момент оп, упал, там была какая-то ловушка. В следующий раз ты идешь, ты уже знаешь, что там это ловушка, ты идешь дальше, идешь в следующую ловушку ищешь. Но как только ты в эту ловушку попал, ты знаешь, о, отлично, так я больше делать не буду. Эту ловушку я больше, ну, скажем так, я через ее не пройду, ну, как бы я ее просто проскочу. И здесь то же самое. Да, иногда что-то идет не так. И это честно, это нормально в жизни. Жизнь — это не место, где все идет так. Жизнь — это место, где ты приходишь туда, куда ты на самом деле хочешь прийти. Да, вот так незаметно у нас пролетел почти час. Может, какие-то еще вопросы есть? Давайте прямо пробежимся. Миша спрашивает, сколько тебе лет? Мне 26 исполнилось два дня назад. Еще даже не привык говорить эту цифру. Вот, представляете, когда вот самые, самые прогрессивные у таких вот молодых ребят, как Миша, нужно успевать за трендами, чем, знаете, такие, как мы там зубры, мне кажется, стараемся там что-то придумать такое посложнее. Вот такие ребята, как Миша, просто впрыгивают и делают такие вещи. Вот спрашивает программу, если включает видео, возможно ли это делать через WhatsApp? Да, 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 да. У нас есть девочка, у которой есть упражнение для лица, она там показывает, как быть более молодой. У Вадима тоже, у которой голос, у него тоже есть кое-какие видео, мы тоже показываем, как это все делается. Конечно. Про деньги вопрос. Ну, опять же, сейчас, одну секунду. Опять же, видео – это тоже такая, знаешь, формулировка в нашей голове. Нам кажется, что должно быть видео. Ребята, аудио работает куда круче, чем видео. Это тоже, знаешь, такой вот шаблон. Надо сделать вебинар, надо же нужно снять видео. Вам нужно, чтобы у людей был результат, и зачастую результат гораздо проще дать с помощью просто аудиосообщения. Ну да, получается, видео мы же сейчас отвлекаемся на вот эту визуальную картинку. Мы думаем, что видео, вот я сама, когда вижу видео, думаю, ой, ну, значит, можно попозже посмотреть. Там же нужно смотреть, хотя можно же просто послушать. А когда ты слушаешь, ты просто можешь гулять, что-то делать, да, ставил наушники, тем более, что-то проводные, и можно слушать. Про деньги. Миш, хочешь ответить вопрос? Сколько денег удалось собрать от Антошки? Слушай, я отвечу, знаешь, по-другому немножко на этот вопрос. Вот слово «собрать» и «деньги», деньги не собирают. Ну вот изначально мы не собираем деньги, да, то есть мы даем очень крутые результаты людям, и люди приходят. Это, кстати, тоже один из важных моментов. Мы ничего не продаем, понимаешь? У нас нет вот этого формата «ну купи, ну купи, ну пожалуйста, ну тебе очень нужна эта программа». Нет, мы работаем по-другому. Человек со мной неделю бесплатно, я ему говорю, вот так вот, мы даем такие результаты, ты вот так себя чувствуешь, вот так это все происходит в твоей жизни. И человек говорит, я хочу дальше. Как я могу остаться с вами? И мы ничего не продаем. Человек приходит и говорит, я хочу дальше, куда заплатить? И вот этот вот переход, он очень, знаешь, важный был для тех людей, которые не любят продавать. Вот я, честно говоря, сам отношусь к таким людям, которые, знаешь, не любят такую прямую жесткую продажу. Купи, купи, тебе очень надо, давай, давай, прямо сейчас. Здесь ее нету. Человек сам понимает, что для него это ценно. Точно так же, как какие-то участники здесь говорят, ой, я хочу. Мы не продаем, но человек понимает, что ему хочется, ему интересно, это то, как он видит свое развитие. Это вообще совершенно другой заворот, представляете? Не то, как мы привыкли, да, когда мы очень часто, действительно, я не знаю, вот уже сразу же там, ой, сейчас нам будет что-то продавать, у нас даже на что-то хорошее идет такой уже сразу такой отказ внутренний, да, такое сопротивление. А тут ты действительно просто через ценность. Так, сейчас еще подниму вопрос. Вот ребята пишут, визуалом сложно без картинки. Ребята, пробуйте, пробуйте по-новому, еще раз шаблоны уходят. Человек берет айфон, надевает наушники, идет в метро, едет на работу, слушает вас супер внимательно, вместо того, чтобы открывать компьютер, искать YouTube, вебинары и все остальное. Простота – это то, что будет вас всегда двигать вперед. Ну, такая, конечно, осознанная простота. А вот швейная программа можно делать через WhatsApp? Очень интересно, у кого какая индустрия, сфера. Мне кажется, можно просто даже написать Мишу, у нас просто уже эфир заканчивается, можно даже просто написать Мишу в директ, какая у вас вообще, да, индустрия, какая у вас экспертиза. Миш, ты же сможешь что-то поотвечать и сказать, что есть это потенциал? Да, я поотвечаю, поотвечаю, позаписываю аудиосообщение с удовольствием. Не всегда, к сожалению, там идея про марафон рождается за секунду, но вот с ребятами, с которыми мы работаем, у них у всех потрясающие, очень интересные идеи. Класс. У нас остается одна минутка. Миш, мне прям хотелось бы, чтобы, знаешь, такое практическое какое-то у нас было завершение, чтобы это дал, может быть, какую-то такую либо ключевую мысль, либо действие. Вот мне больше хотелось, чтобы вы переслали этот эфир тем, кто, ну, тем, кто вы знаете, что уже прям пора делиться. Да, вот я знаю, что мне очень многие говорили, что вот там Катя, давай, давай, уже пора, пора. То есть вот дайте возможность услышать тем, кто вы прям чувствуете, что вы... Или сами бы хотели, может, у этого человека поучиться. Вот. И какое главное действие нам нужно сделать вот после этого эфира? Для тех, кто вот прям чувствует, что все, уже остался, да, что уже... Даже уже эфир мне сейчас попался, что пора делиться своим знанием. Вот какую главную мысль или действие ты бы оставил с нами? Объясню, покажу. Вот мы живем вот в этой точке, допустим, да, нам кажется, что наша жизнь вот здесь. Вот здесь это то, как бы мы хотели жить, это то, на что мы рассчитываем. Но на самом деле мы можем гораздо больше. То, где наша жизнь на самом деле, это где-то вот здесь, наверное, даже где камера не помещается. Но зачастую у нас, опять же, не хватает сил самому поверить в это, поверить в свои силы и пройти этот путь целиком. И в этот момент лучшее, что ты можешь сделать, это найти человека, который видит в тебе гораздо больше потенциала и у которого есть стратегии, которые помогут тебе получить вот то, что вот там, а не то, что...